Друзья, всем привет! Для многих людей, которые интересуются зоной отчуждения, медсанчасть ассоциируется в первую очередь со знаменитым подвалом и с большим уровнем радиации. А на самом деле МСЧ-126 это целый больничный комплекс. Я думаю, не стоит объяснять, что в городе с населением 50 тысяч человек должно было быть свое медицинское учреждение. И именно таким медицинским учреждением для города Припять стала медсанчасть номер 126. Занимая площадь, равную как минимум половине площади одного микрорайона города Припять, этот больничный комплекс включал в себя инфекционное неврологическое отделение, стационар, роддом, несколько вспомогательных зданий, таких как кухня, прачечная, гаражи. Также на территории есть морг. Именно в эту больницу доставляли первых пострадавших от взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Именно отсюда самых тяжелых больных отправляли в 6-ю клиническую больницу в город Москву. Откуда они уже никогда не вернулись. Друзья, я думаю, на этом стоит закончить мое вступление. Давайте прогуляемся по территории медсанчасти, посмотрим, как она выглядит сейчас, и попробуем представить, какой она была до аварии. Итак, мы заходим на территорию медсанчасти. Справа у нас основное здание, это стационар, взрослое отделение. А слева у нас отделение неврологическое. Вполне может возникнуть вопрос, почему неврологическое отделение вынесено в отдельный корпус. Я не берусь говорить на 100%, но у меня есть такое предположение, что вместе с неврологией была и психоневрология. А таких пациентов как бы не то, что рекомендуется, а требуется держать отдельно. Именно поэтому неврологическое отделение было вынесено в отдельное здание. Идем дальше в сторону отделения инфекционного. Я думаю, не стоит объяснять, почему инфекционное отделение было вынесено в отдельное здание. Однако, по дороге хочу показать вам вот такой момент. Вот это земляная насыпь, это место, где засыпали вход в тот самый подвал. Однако, как показала практика и YouTube, сталкеры нашли другие входы. Ну и вот это, собственно, само инфекционное отделение. Мы проходим инфекционное отделение и идем дальше к отделению родильному. А родильное отделение для Припяти это был без преувеличения объект, наверное, стратегический. Дело в том, что население города Припять каждый год увеличивалось на полторы тысячи человек, из которых 500 человек были молодые специалисты с семьями, а от 800 до 1000 это были новорожденные. То есть каждый год в городе Припять рождалось тысяча новых жизней. Можете себе представить загрузку этого родильного дома. Гаража и прачечная. Я думаю, здесь не надо ничего объяснять. Это здание, которое просто необходимо для нормального функционирования медсанчасть. Продолжение следует... А о предназначении этого здания, я думаю, вы все догадаетесь сами. Так, друзья, мы наконец-то выбрались обратно на асфальт. Это улица Дружбы Народов. И скажу вам честно, ходить по снегу, когда он по колено, и при этом на улице плюсовая температура, так себе развлечение. И раз мы на улице Дружбы Народов, давайте посмотрим еще на несколько зданий. Это здание поликлиники. Оно знаменито, во-первых, надписью на крыше «Здоровье народу, богатство Украины», то есть «Здоровье народа, богатство страны». И специфическим туристическим артефактом, который стоит напротив входа, это медицинское кресло. За ним видно здание детской городской больницы, и получается левее, это уже взрослый стационар. Помните, в начале видео я говорил, что мы пройдемся и представим, как это выглядело до аварии. Так вот, касательно этих трех зданий, в принципе, представлять не нужно. Если кто помнит, в видео о втором микрорайоне я уже ссылался на город Южноукраинск, когда говорил о домах проекта 2.60. Это те самые, так называемые, гербовые шестнари. Так вот, в городе Южноукраинск есть такие дома, они жилые, и для любителей урбан-туризма есть возможность посмотреть, как бы этот дом, точнее, не как бы, а как этот дом, выглядит, когда он жилой. Так вот, в этом же самом Южноукраинске есть еще медсанчасть, угадайте, чего? Правильно, Южноукраинская АЭС. Так вот, это здание, точнее, эти три здания, это медсанчасть и Южноукраинская АЭС, они камень в камень. Прямо как МСЧ-126. Так что для любителей урбан-туризма появился второй повод съездить в город Южноукраинск. Друзья, я уже читаю в ваших глазах, не мой вопрос, а где же, собственно, Вензе Круп? Я вам торжественно обещаю, что как только вот этого всего вокруг, под названием снег, станет не по колено, а хотя бы по щиколотку, мы обязательно туда сходим. Реально туда сейчас пройти, ну, не знаю, без лыж, снегохода, или снегоступов, или учитывая, что сейчас на улице плюсы все тает без резиновых сапог, практически нереально. Поэтому, я думаю, мы подождем какое-то время и обязательно туда сходим. Ну, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Напоминаю, что поддержать канал вы можете по ссылочкам в описании. И увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok